Вот здесь, на тросах, вот досюда он был. Вот досюда, буквально. С таким наглым соседством Валентина Забродина за все свои 60 лет еще не сталкивалась. С прошлой недели в ее двор зашел в строительный кран. Потолок обвалился, ребенок сидел... У них потолок обвалился. Они когда начинают, вот это... Вот это... И весь домишко трясется. День и ночь, день и ночь. В шоке ни одна Валентина. Ее соседи, владельцы частных домов, тоже. Над нашим домом прям вот стрела крана была. То есть было, ну, как бы страшно, потому что дети, трое детей, они бегают по двору. Да, вот они сидят. И частенько грохот, шум, дети пугаются, потому что говорят, что, ну, может кран упасть. Получается, они разворачивают вот этот подъемник и разворачивают прям по нашему огороду частенько. На прошлой стройке, вот в 15-м году они начали, по-моему, этот дом строить. Были случаи падения. Мне, честно, как матери, страшно. По словам людей, на кран уже жаловались жители многоэтажного дома напротив. Им он мешал шумом по ночам. Жители частного сектора тоже обратились к застройщику, компании «Авангард», чтобы кран не перемещался над их участками. Но их жалобы серьезно не восприняли. С нами застройщик решил говорить только без камеры. Поэтому вот письменный ответ. В проекте устанавливаются ограничения подъема и перемещения груза по строительной площадке. Зона работы крана ограничивается таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры опасной зоны. Для минимизации опасной зоны при работе крана со стороны фасадов, начиная с уровня третьего этажа, поэтажно возводится защитный экран в местах, предусмотренных проектом. Как минимум защитных экранов пока нет. В частности, это должно быть ограничение поворота стрелы башни, чтобы стрела с грузом не ходила над чужими зданиями. Стрела сама может ходить, а стрела с грузом не может ходить. И если расстояние небольшое и не обеспечивает безопасное строительство здания, то ставятся дополнительные экраны защитные, либо леса возводят. Дальше за этим следит инспекция по надзору за строительством. То есть регулярно инспектор приезжает, проверяет, он в том числе и проверяет технику безопасности на строительном объекте. Соблюдение строительных норм должна курировать госинспекция и по звонку жителей организовывать проверку. Так что сейчас Валентина Забродина вместе с соседями готовит жалобу в ведомство, чтобы вопрос о безопасности все-таки решился. А пока каждый день они выходят из дома в надежде, что кран в этот раз не пройдет над их головами. Никита Ермаков, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...